Единое отраслевое космочейство для госкорпорации Роскосмос на самом деле это система для всей космической отрасли, в которой работают все предприятия и отрасли, в ней согласовываются абсолютно все платежи, в ней контролируются бюджетные лимиты, соответственно, это система, которая объединяет абсолютно всю финансовую информацию договора, поставок графики, платежей и так далее по всей отрасли. Ну, low-code — это современный подход проектирования систем, когда настройкой системы занимаются не программисты, не разработчики, а консультанты, то есть консультанты, бизнес-аналитики. Что это дает? Это дает на самом деле сокращение сроков внедрения, то есть в систему можно вносить, в результирующее решение для конкретного заказчика можно вносить изменения быстро. В частности, у нас проходит около 20 релизов платформы в год, вот конкретно, которые мы устанавливаем в Роскосмос, и при этом между релизами бывают еще промежуточные релизы, разные ходфиксы, то есть это практически система, непрерывно изменяемая под потребности заказчика. Таким образом, с одной стороны, быстрее заказчик получает ценность, которую он решает свои задачи, а с другой стороны, не очень высока цена ошибки, потому что если что-то аналитики сделали неправильно, это довольно легко поменять. А в случае, если это классический подход, а программисты там согласовали техническое задание, разработали, прошли тестирование, раз, и выясняется, что времена изменились, и теперь у нас, значит, вместо долларов и евро, юаней и рупии. Значит, в этот момент начинается огромная перестройка, еще на три месяца такой проект. А в лоукод-системах это одна настройка, и за один день система, то есть это более быстрое, более динамичное изменение системы под изменяющиеся потребности бизнеса. Вот это самое главное преимущество подхода лоукод. Сейчас, собственно, проект, первая версия системы была развернута нами в течение четырех с половиной месяцев после выигрывания тендера. Причем эти четыре с половиной месяца включали январские и майские каникулы, то есть реально это было три с половиной месяца. И после этого заказчик уже получил единую базу данных, в которой была вся информация по всем движениям денежных средств отрасли. И после этого мы наращивали функционал согласования, платежи электронной подписи, интеграции с банками расширяли и прочее. Сейчас проект находится в стадии активного масштабирования. На сегодняшний день подключено 50 предприятий, 135 полноценно. И мы рассчитываем, что до конца года мы закончим масштабирование, и все предприятия будут подключены к этой системе. Но развитие на этом не заканчивается, потому что, когда есть хорошая платформа, и когда у заказчика есть позитивный опыт взаимодействия с командой, неважно, там, вендора или интегратора, то обычно этот позитивный опыт является катализатором других хотелок, других желаний. И поэтому мы предвидим довольно большое развитие в сотрудничестве с нашим партнером Роскосмоса, космической отрасли по разным другим направлениям. Не говоря уж о том, что и сама система, бизнес меняется, появляются новые потребности, меняется законодательство, то есть, безусловно, вся эта деятельность будет нами тоже вестись.